смартфон о котором речь пойдет в этом видео дебютировал на выставке мвц проходящей барселоне в прошлом году он является флагман хорватской компании nova и с недавних пор официально продается в россии последнюю неделю я использую именно этот девайс в качестве своего основного смартфона а поэтому попробую поделиться впечатлениями о нем и так первое на что хочется обратить внимание впервые взяв руки но h10 le это дизайн смартфон облачен в цельнометаллический корпус красного цвета который отлично гармонирует с абсолютно черным amoled дисплеем расположен на лицевой стороне понятно что в целом внешний вид этого устройства нельзя называть уникальным во многом он сильно напоминает творение известного калифорнийского производителя с другой стороны хуже от этого он не стал ребята из но постарались привнести в дизайн аппарата пару штрихов и от себя например толщина корпуса уменьшилась до практически рекордного в данном форм-факторе значения в 7,1 миллиметра а весит гаджет несмотря на свои не самые маленькие габариты всего 153 грамма флагман но оснащен пяти с половиной дюймовым amoled дисплеем с full hd разрешением кому-то amoled дисплей нравится а кому-то нет на мой взгляд дисплей здесь отличный показатели яркости и контрастности у него находится на очень высоком уровне к углам обзора также сложно предъявить претензии потому как здесь они максимальны смотреть кино и играть в игры на таком дисплее одно удовольствие тачскрин способен обрабатывать до 10 касаний одновременно здесь есть и аналог функции 3d touch защитное стекло в дисплее выпуклое она выполнена по технологии два с половиной d имеет немного закругленные края также присутствует олеофобное покрытие благодаря чему отпечатки пальцев оставляемые на дисплее заметно не особенно сильно по железной части здесь все очень даже неплохо смартфон оборудован одним из самых мощных процессоров линейки медиатек helio x27 это 64-разрядный 10 ядерный процессор ядра которого разделены на три кластера про него уже было немало сказано и написано скажу лишь что процессор уступает топовым флагманам qualcomm однако его скорости на данный момент достаточно абсолютно для всего нехватки производительности за неделю тестирования не ощущалось ни разу ни в играх ни в программах не в интернет серфинге даже с большим количеством вкладок браузере что в общем-то и неудивительно как ни крути 10 ядерный процессор и 4 гигабайта оперативки делают свое дело за графику тут отвечает ускоритель mali t880 mp4 работающий на частоте 875 мегагерц я протестировал достаточно большое количество требовательных игр все они работали шустро и без тормозов в целом смартфон хоть и не позиционируется как подчеркнут игровое решение использовать его для этих задач вполне можно корпус в играх кстати говоря нагревается ощутимо и вероятнее всего это связано с мало его толщиной с другой стороны каких-то признаков троттлинга в играх даже при достаточно длительном тестировании я не заметил результат в антуту примерно 90 тысяч баллов и это довольно обычный показатель для смартфонов на helio x27 встроенной памяти в смартфоне 64 гигабайта такого объема на мой взгляд хватит за глаза большинству пользователей однако от поддержки карт памяти производитель все равно не отказался и вместо второй sim карты вы смело можете установить дополнительную память модификации с большим или меньшим объемом встроенной памяти к сожалению в продаже нет как и другие смартфоны но h10 le работает под управлением операционной системы android 7 1 поверх которой установлена фирменная оболочка ноа лаунчер она довольно легкая и принципиально не меняет внешний вид операционной системы оболочка может работать как классическом для андроида режиме когда все приложения находятся в основном меню и при необходимости их можно вывести на рабочий стол так и в режиме есть только рабочие столы основного меню нет при желании оболочку можно отключить и пользоваться голым андроидом сканер отпечатка пальцев но h10 le расположен в центральной клавиши а если сказать точнее по дисплеям расположена целая сенсорная панель состоящая из трех клавиш которые при желании можно отключить и заменив на экранные сам сканер работает быстро примерно со скоростью обычной разблокировки так что пользоваться им вполне удобно смартфоне установлен аккумулятор емкостью 3800 миллиампер часов его хватает среднем на день активной работы с гаджетом учитывая производительное железо результат этот вполне нормальный и предсказуемый также есть поддержка быстрой зарядки позволяющий зарядить аккумулятор на 50 процентов примерно за 30 минут что согласитесь довольно таки удобно в девайсе используется сдвоенный модуль камеры с двумя 13 мегапиксельными сенсорами камера хоть и неплохая но делает довольно обычные фото традиционно есть портретный режим сопровождающийся программным размытием заднего фона и так называемый профессиональный режим с помощью которого можно выставить вручную все параметры экспозиции также камера поддерживает hdr и съемку видеороликов с разрешением 4к оптической стабилизации не предусмотрен фронталка установлена обычная 13 мегапиксельная смартфон поддерживает работу с двумя сим-картами и всеми наиболее распространенными модулями связи с исключением nfc это немного огорчает поскольку мобильные платежи в нашей стране сейчас вовсю набирают обороты и все больше пользователей открывает для себя преимуществу этого нового вида оплаты в остальном но h10 и ле производит весьма благоприятное впечатление у него хороший дисплей много памяти мощное железо и отличный внешний вид в прошлом году аппарат даже удостоился награды европейской ассоциации журналов видео аудиотехники как лучший продукт года плюс ко всему все смартфоны но продающиеся в россии официально имеют двухлетнюю гарантию от производителя кстати говоря для любителей айпи эс матриц продажи есть облегченная версия смартфона которая носит название h10 и отличается от ле модификации как раз наличием айпи эс матрицы и уменьшенным до 32 гигабайт объемом внутренней памяти если же говорить о не самых сильных сторонах устройства то пожалуй к ним я бы отнес отсутствие nfc модуля и довольно среднюю основную камеру с другой стороны в новых моделях ноа n7 и n10 производитель обещает устранить этот недочет путем установки инновационных сенсоров от компании sony позволяющих делать фотографии в разрешении вплоть до 80 мегапикселей ну что же проверить или опровергнуть эту информацию мы сможем уже скоро так как устройство поступят в продажу этой весной и мы конечно же постараемся получить их первыми на тест но на этом пожалуй все наш обзор подходит концу напоминаю что с вами был дмитрий и канал geekinsight.ru увидимся в следующих видео всем пока в следующих видео